Музыка Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители В этом видео я хотел бы рассказать про корм Мотыль Средний от компании Эко Корм Данный блистер 100 граммовый Цена данного блистера в магазине составила 75 рублей Сам производитель продает данный корм по 50 рублей И делает его для компании Любимчик Кому известна эта фирма, тот знает Бюджетный вариант Мотыля Думал, что расстроюсь, думал, что за такую цену нормальный Мотыль купить невозможно замороженный Ну и был порядком удивлен Что хотелось бы сказать про этот корм Мотыль средней мороженой линии Эко Корм предназначен для кормления небольших аквариумных рыб и мальков больших хищных рыб Производится он из свежего, взрослого, чистого, обработанного лиманного мотыля Выловлено из чистых и благополучных лиманов, так сказать, с проведением ветеринарной экспертизы на отсутствие эндо и эктопаразитов По крайней мере, так заявляет сам производитель Надеюсь, что это так Ну, по крайней мере, кормил уже этим кормом Проблем с рыбками никаких не возникало Замороженный Мотыль средний по технологии резкой и шоковой заморозки То есть, при резкой температуре минус 40 градусов И хранится данный мотыль при температуре примерно минус 18 градусов Грубо говоря, хранить его, если кормите замороженным кормом, как и, в принципе, любым другим Необходимо в морозильной камере, то есть в холодильнике в морозилке Есть немного информации на другой стороне Это очень важно, по крайней мере, для тех, кто первый раз покупает этот корм Примерные виды рыбок, для которых подходит этот корм И давайте вам зачитать, что они пишут Мотыль средний и основной корм для большинства средних рыб Изготовлен по европейским стандартам С добавлением сбалансированного комплекса витаминов и микроэлементов Корма замораживаются методом шоковой заморозки Ну, о чем я, в принципе, говорил, в принципе, большинство кормов так При температуре минус 40 градусов за короткий промежуток времени Благодаря чему уничтожаются болезнетворные бактерии и микроорганизмы Сохраняя при этом все питательные вещества Один нюансик, многие еще используют ультрафиолет Здесь почему-то про это не пишут Но состояние рыбки, как я уже сказал ранее, в принципе, меня устраивает Срок годности такого корма 2 года с даты производства Кормить им, как и обычно Один-два раза в день Здесь пишут и три раза в день Три раза в день считают, что это много Для большинства, по крайней мере, аквариумных рыб И корм давать небольшими порциями Давайте посмотрим на эти порции, какие они здесь есть Не хочет мне поддаваться Вот так вот они выглядят Небольшие порции, небольшие кубики В принципе, для средних размеров аквариума Ну, как для средних Для начинающих, имеется в виду, аквариумистов В районе 50-70 литров В принципе, кубик такой достаточно Достаточно будет для употребления И небольшой минус, что мне не очень понравилось Для этого нам нужно будет сейчас ее открыть и посмотреть А вот то, что мне не очень понравилось Сейчас, пока я снимал видео, уже немножко подразморозилось Но все равно видно то, что очень много льда Это уже подтаяло, да, я говорю Сверху было еще больше льда Ну и, соответственно, когда я его только вытаскиваю из холодильника Достаточно сложно вытаскиваться из блистера То есть, при зале поля это Это говорит о том, что тут много было воды Но теперь, на этой ноте, я хотел бы вам показать Как этот корм кушают мои рыбки Пойдемте смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как увидели сами Этот кормовый, этот мотыль средний Мои рыбки едят очень хорошо С большой охотой Никаких проблем не возникало В кормлении, после кормления По состоянию здоровья рыбки И, напоследок хочется сказать, что сам производитель пишет очень важную вещь Не употреблять в пищу людям Но я думаю, для русского человека это и так понятно Не стоит употреблять мотыль средний Да и вообще мотыль в пищу свою На этом видео подошло к концу Делитесь своим опытом, своими любимыми кормами Под этим видео Кому понравилось видео, ставьте палец вверх А я на этом с вами прощаюсь И до новых встреч Всего вам доброго До свидания Обязательно подпишитесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok